Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и я рад приветствовать вас на своем судне. В этом видео мы будем с вами делать очередной обзор очередной замечательной колоды от Дэвида Блейна. Прежде чем мы начнем наш обзор, я хочу отдельно поблагодарить моего товарища по карточному цеху Егора, который предоставил эту колоду мне для обзора. Егор, если смотришь, отдельное тебе спасибо. Ну а сама колода называется Split Spades Silver Edition. Вот именно ее мы сейчас с вами и будем обозревать. Ну что ж, друзья, добро пожаловать в обзор этой изумительной, не побоюсь этого слова, колоды. Итак, колода называется Split Spades, как я уже сказал, да, то есть мы надпись эту здесь, собственно, и видим. Split Spades, Silver Edition, серебряное издание, да, то есть любимое изображение, наверное, Дэвида Блейна Лев. Как мы помним, у него есть колода White Lines, там про львов. Видимо, фанатеет Дэвид от львов. Ну, собственно, надпись Playing Cards. Split Spades. Вообще, Split переводится как, с английского несколько вариантов есть, то есть там разделение, там раздробление, трещина, разрыв. Вот. Ну, собственно, переводится это примерно как разделенные пики. То есть, если вы посмотрите на вот эту пиковую мазь, то видите, между ними идет такое разделеница. Типа как трещина такая, как будто была она целая, ее взяли вот так вот и разорвали. То есть, вот поэтому отсюда я так, ну, это моя догадка, и пошла, значит, надпись вот эта Split Spades. Ну, и здесь такими большими буквами выделены две буквы, вот эти вот SS. Итак, что у нас здесь еще есть? Вообще, сама колода сделана так интересно, в том плане, что здесь вот это вот выпуклое покрытие такое вот. То есть, вот эти буковки такие вот, если их так вот потрогать, они будут такие прочувствоваться пальцами, да. Сама вот эта пика тоже чувствуется пальцем. Лев не чувствуется. Итак, что у нас здесь написано? Значит, Official, Split Spades, Playing Cards. Дизайнер, то есть, это автор колоды. Это Михаэль, или как его? Марк Студсман. Марк Студсман. Нет, он Михаил сначала. Далее, значит, United States Playing Card Company. Ну, и сзади коробочки нарисовано то, что изображено на рубашке. Итак, давайте откроем эти карты. И посмотрим их поближе. Первым делом мы их... Нет, уже не так пахнут. Хотел затянуться колодой. Вообще, эта колода создавалась довольно-таки долго. И свет она увидела только после того, как сам Дэвид Блейн попользовался ей и сказал, да, ребята, годится. Вот только после этого. Короче, сам принимал лично. Помимо Дэвида Блейна, конечно, еще принимали участие многие известные слейтеры, манипуляторы, картежники, да. То есть, это такие, как Дэн и Дэйв Баки, Дэн Уайт, ну, и сам Дэвид Блейн, само собой. Итак, давайте поглядим сначала на те карты, которые у нас здесь есть. Здесь присутствует пустой бланк, карта с пустым бланком, да. Джокеры с тузами, конечно же. Даблбэк карты, естественно, здесь есть. Ну что ж, давайте поглядим на Джокеров и туза. Ик. Итак, Джокеры, это, если смотрели последний мой... Точнее, не последний, а один из последних обзоров, там была колода White Lines. Тоже колода Дэвида Блейна. Так вот, там были как раз точно такие же Джокеры, но только они были не такие вот серебряные, да, как вот здесь, вот как будто их простым карандашом нарисовали. А там они были более четко прорисованы. Собственно, картинка осталась та же самая. Значит, здесь мы легко узнаем Дэвида Блейна, который играет в карты, либо показывает фокусы человеку с рогами. Ну и здесь сверху такая... Сам Джокер сделан, конечно же, в виде такого шута. Здесь у нас наверху присутствуют бубенцы. И обратите внимание на самой короне вот этой вот, да, на самой... Ну как, не корона, конечно же, ну что-то вроде головного убора этого Джокера, да. Здесь нарисованы как раз вот эти вот разделенные пики. В White Lines, по-моему, там что-то другое, я уже точно не помню. Итак, вот такой вот у нас Джокер в этой колоде. Туз Пик, но это такое изображение у Дэвида Блейновская. Такая вот женщина здесь, которая стоит в пиковой масте. Очень так качественно, конечно, смотрится. Очень так прикольненько. Давайте сразу глянем на рубашечку. Итак, рубашечка у нас выполнена в таком тоже серебряном стиле. Здесь много изображений различных. Вот, если присмотритесь, вы можете увидеть здесь ангелочков, которые протыкают эту пику мечом. Здесь вот такой змей изображен с обоих сторон все это, да. Такие полумесяцы. Посередине также мы видим львов, птиц. И, соответственно, все это дело у нас как беззеркалится, да. Тоже здесь вот эти вот ангелочки с мечами, змеи, львы, птицы. Ну, такая прикольная рубашка, такая очень интересная она смотрится, ничего не скажешь. Клево. Видно, что работали над ней долго. Итак, давайте посмотрим остальные карты. Ну, значит, сами у нас значения и масти остались неизменными. То есть, пики, черные, привычный шрифт. А вот изображение валетов дам-королей, короче, старших карт, у нас, молясь, изменилось. Изменилось почему? Значит, Дэвид Блэйн здесь изобразил своих близких людей. Итак, валет-пик это брат Марка Стуцмана. Марк Стуцман, напоминаю, это как раз художник, автор вот этой вот колоды. Дама-пик. Дама-пик это подруга Дэвида Блэйна. Лоника Энджел, по-моему, ее зовут. Да, по-моему, Лоника Энджел. Король-пик. Ну, тут уж грех не узнать самого Дэвида Блэйна. Хотя в Вайт Лайнессах я его не признал. Ну, не присматривался, честно скажу. Далее, Буби. То же самое. Красные масти слегка затемнены. Валет Буби. Ну, это бессмертное лицо. Вот это вот бессменное. Которое очень редко меняют на какое-то другое. То есть, вот Валя Бубновая остается той же с нами. Далее. Дамы Буби. Не знаю, кто это, честно скажу. Не нашел. Король Буби это Дэн Уайт. Это известный тоже такой иллюзионист. Далее идут Крестовые масти. Все то же самое, да. Далее. Валет Крестей это Дак МакКинзи. Дамы Крестей это продюсер Дэвида Блэйна Денис. Король Крестей это друг Билла Калуша Лу. Сейчас я вам покажу самого этого Билла Калуша. Ну, то есть, червовой масти все остается той же самой. Валет Черви это как раз тот самый Марк Стуцман. Автор этой колоды художника. Дама Черви. Ну, вроде как Дэвид Блэйн изобразил здесь свою матушку. Король Черви это как раз Билл Калуш. Тот самый, о котором мы ранее упоминали. Ну, и Туз Черви. Это Туз Черви. Вот такая вот колода, которую Дэвид Блэйн выпустил. Потратил много времени на нее, но они ее сделали. И, должен сказать, колода получилась превосходная. Контролируется она легко. Мягенькая довольно-таки такая. Примерно как у White Lines. Поработать с этой колодой, конечно, удовольствие. То есть, все эти ленты, веер, и все получается хорошо. То есть, и она такая... Может быть, она, конечно, уже просто поюзанная, но она такая в меру скользкая. Я бы не сказал, что она чрезвычайно скользкая. Покрытие здесь Line Finish. То есть, то же самое покрытие, что и на Тальхо. Картишки добротные. И всем фанатам Дэвида Блэйна, я думаю, они очень понравятся. Мне лично в этой колоде нравится рубашечка. То есть, очень так прикольно придумана вот эта разделенная пика. И ежи с ним, да, все, что вокруг нарисовано. Ну, по мне бы, конечно, я бы сделал это более подчетче. Там, например, контуры черным прорисовал бы. А так, очень добротно. В общем, друзья, лично мне эта колода понравилась. Всем, кто хочет хорошую колоду, кому понравился этот дизайн, я ее действительно рекомендую. Потому что, ну, Дэвид Блэйн марку держит, фуфло не выпускает. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов. Он же Моряк. И да хранят вас Боги Мори и Небес. Пока.